Отверзена, благословленная Богородица. Молюсь, молюсь, мне так плохо, так плохо. И вдруг, ух, ушло все. А я при нем-то боялась. Ну, он брякнет что-нибудь. А уже он поворачивает. Автого с этой стороны уже. Потом этот мост-то, помнишь этот самый мост? Он уже вот так. Потом сюда, на бензоколонку. Вот. И только-только он вышел. Я, Наташа, Бог есть. А потом я вот эти слова только помню. Я говорю, Наташа, ведь я, наверное, тебе рассказала, почему я решила, что Бог есть. Ведь, наверное, рассказала, что вот у меня вот произошло такое чудо, вот как будто благодать вошла в меня. И я потом, говорит, мам, ты спала, спала, спала. Я знала, что все, переживать не о чем, все будет у нас хорошо. И туда, и обратно, и таможню пройдем хорошо. И секонд был хороший. И обычно я ведь, знаешь, как, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот я как хорошо говорю. И твои даже эти заметили. А та... А он не согласен. Молчала в тряпочку с Натальей. Ты понимаешь, они верхние планы. Молчат. Мы пока ехали. А помнишь, мы когда у них в Финляндии очень много мостов этих, которые там... Мы проезжаем внизу, нам на мосты там, ну, электрички ходят и все прочее. И под мостами у нас был такой ритуал, чтобы проехать в Таможню. Ну, молились, молились, чтобы это... Ну, на Таможне нас жучили. Сильно здорово. А это я ни слова не... И Наташа не сказала, Наташа, не переживай. Это... Ты знаешь... И когда я ей рассказываю этот случай, она говорит, а я переживала. А мне, видимо, молчать и молчать. Вот. Было такое... И у меня и мыслей не было, что я не должна сказать, что мы пройдем. Вот только бы сказала, и все бы разрушилось. Все бы разрушилось. А 24 часа... Мы были под покровительством у Бога. Мы были. Но такое ощущение, вот, не передать. Вот, я не знаю. Я, конечно, наркотик не пробую. Но мне кажется... А надо больше. Не надо больше. Я с наркотиками, с этими в онкологии. Вот у меня шкаф целый был. Мне совершенно не надо. Это только очень больным, у которых дикие боли. А нормальным людям он выйдет из положения, помолится. Дыхательные упражнения. Кстати, мы с тобой очень хорошие проходили. Такие вот эти. Лунные дыхания. Потом и всякое. Очень хорошую школу мы прошли. Но эту школу я не буду рекомендовать теперь, потому что сейчас любая школа, любые там личностные росты и все прочее. И они, оказывается, секты, оказывается, заманивают, оказывается, чуть ли не грабят, чуть ли не квартиры. А мы тогда нормально. Ну, деньги, конечно, большие мы отдали, но они заслуживали. И знания получали. Они, да. Я вот тогда... Единомышленники. Практика была постоянная. Постоянно нас учили. И поскольку у нас, Ира, а сколько у нас те, которые... Чего-то у них получалось очень хорошо. Вот. У той же Марины чудо из чудес. У тех же Макаровых это Анатолий Петрович и Инесса, его... Это жена. Чего там стукнуло? Немножко. Барабашка. В общем, так. Мы жили в Мотовилове, а за нашими усадьбами... Ну, ты-то помнишь, наверное, о кладбище, да? Угу. Кладбище. А на этом кладбище мы, малышня, можно сказать, поднимали и ночевали. И не боялись, и все прочее. Никаких чудес не было. Ты знаешь, пока я там жила, ничегошеньки. Вот, видимо, все-таки, знаешь, верхний план они тоже понимают. Маленьким нельзя показать там какую-то жизнь, какую-то это самое, какие-то чудеса. И у меня лично... Ай, значит, чудо, во-первых, так, Наташу это самое, я не знаю. Вот, Наташа когда говорит, мам, мол, вот, мам, если... Я говорю, как нету-то Бога, когда... С тебя и начали чудеса-то. Ищи у нее, она 14 лет была, она лежала в больнице, и ей операцию хотят сделать, да? И потом, а я 19 этого, этого, января, крещение, крещение это, вот какой вот ей 14, 14 или 15 лет, поехала в Никольскую церковь, очередь была, до сих пор помню, и какое небо было, и как это самое, и мы стояли, очередь, и потом, когда нас запустили, вот так, а у нас тогда еще не было бетончиков-то этих, пластмассовых, с ведерком, ну, для молока, для молока, и майонезную баночку я взяла, налить, вот это самое, молилась, плакала, а как раз священник, это же, эту воду, светил, светил, прям прям, и брызгал на нас, а я плачу, и брызги, вот на это самое, плачу, в смысле, с Наташей я плачу, вот, и потом, когда мы налили, налили воды, в ведерке, господи, какая я ловкая была, в ведерко, и я попросила еще вот эту, в майонезную баночку, и поехала сразу к ней, метро Лесная, и все прочее, пришла, и Наташенька, это вот попей, с Крещенской, это самое, водички, и все прочее, и снится ей сон, а ей уже, уже назначили, когда операция будет, там, на вторник, что, а четверг был, тогда Крещение было, четверг, я хорошо помню, и есть с ней сон, врач, толстый, притолстый, дядька, пришел, и, как будто бы, уж она уже на операционном столе, и все прочее, и он входит, прекращайте, прекращайте, нельзя, не надо ей, у нее совсем не то, что вы думаете, понимаешь, вот этот толстый, притолстый, дядька, доктор, а потом, через какой-то, время, приглашают, и действительно, приходит, это во сне, толстый, притолстый дядька, приходит доцент, приглашает, на последнюю роспись, сначала доцент, да, надо ей оперироваться, а потом уже родители согласны, да, вот две росписи, тоже толстый, притолстый дядька пришел, а вы его раньше не видели, это уже в реале он пришел, да, он в реале пришел, вот, и толстый, и толстый, притолстый дядька, один раз мы его видели, знаешь, когда ложится в больницу, ложится, и все эти самые женщины, толстый, притолстый, вошел, сначала, вот, где мы сидим, чтобы ложиться в больницу, и другие женщины там, и все, приемный покой, приемный покой, и он прошел, потом в дверь туда, и ушел, так что один раз мы его видели, вот, эти, как бы сказать, женщины, рассмеялись даже, типа, как беременные, ну, мы молодые-то эти самые, шутить любят, вот, и потом он посмотрел, этот толстый, притолстый дядька, и тоже сказал, что никакой операции ей не надо, у нее нет того, чего они думают, вот, я говорю, ну и как, сон, значит, через несколько времени, сначала, ты, как, сон тебе приснился, ну, а потом этот дядька действительно пришел, вот, поэтому, а у меня-то еще позже, вот, появились эти чудеса, но гораздо позже, вот такие дела, и поэтому, а, слушай-ка, а можно, и ты пишешь, не пишешь? пишу. ломба, а у нас там, мы тогда торговали, он сначала подвез, вот, меня, выбросил, выбросил эти, раскладушки, все там, все мешки, тебя забрать, чтобы твое уже привезти, помнишь, какой он молодец стал у нас, Михаил Михайлович, вот, запомни это, и поехал, и поехал за твоим товаром, и за твоими раскладушками, и я пока раскладывалась, ко мне женщина подходит, и говорит, ох, у вас и воруют, но я говорю, да бог накажет, уже наказал, сегодня хоронят, и показывает, знаешь, на какой дом, 12, 10, вот туда, и чтобы мне не спросить, а как фамилия-то, я ведь, ну, многих, одиналов, вот как язык, вот, видимо, сверху сказали, вот как язык прикусила, вот и все. А зачем тебе это надо? Да, вот именно, человек все, он же не только за это, он просто по времени, время пришло уходить, сегодня хоронят, я говорю, да бог накажет, эх, у вас и воруют, я, ну, как не воровать, на раскладушках, это самое, да, я даже, видела, моя знакомая, торговали, мы знаешь, где, на лужайке, у ДК, на лужайке, я, значит, сижу на этой самой, а она детская, детская, ой, господи, чуть не, ну, ну, пусть Валя, Валя, пусть скажем Валя, Валя, она смотрит, смотрит, и в карманы вот так сует, и я все вижу, Ира, я все, я тоже видела, мамочки подвозили в коляске, прячут, 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 или в рюкзачке, прячут, прячут, не смогла сказать, Валя, какого хрена ты, наш-то товар циришь, но потом, потом, ну, носовал, носовал, там, ну, ладно, а у нее много детей, а потом уже у Будки мы работали, и она уже девочке, своей внучке, на выпускной бал, пришла ко мне, платье, платье, я одно ей покажу, но знаешь, что все-таки они не богатые, это самое, одно платьишко, второе платьишко, что-то не в нос, и она вместе с девочкой пришла, а у меня была шикарная, шикарная, знаешь, вот хоть замуж выходить, вот, белая, я говорю, ну, это полторы тысячи валь стоит, ну, потом мы сторговались, до 1200, он, знаешь, как, ну, ну, белоснежные, вот, ткань, и они, знаешь, как, вот тогда в моде были, вот такие вот, треугольники, потом, вот всякие цепочки, вот, как будто под золото-то, понимаешь, вот, ну, платье шикарное, я говорю, тут можно и на выпускной, можно и на свадьбу, можно и куда угодно, шикарное было платье, и я вот ей его продала, так что верхний план тоже, вот, пожалуйста, я считаю, что 1200, это нормально было за то платье, ну, конечно, вот, но я видела сама, и что, и как я скажу, ну, часто мы видели, иногда просто, даже другие покупатели говорили, а эта женщина засунула вашу блузку в сумочку к себе, я подходила иногда, говорю, а вы ее будете покупать, потому что, говорю, другая женщина хочет купить эту блузочку, она вытаскивает, такая, я подумаю, и уже в руках ее таскает, а так вот спрячет сумку, очень много, да, а как я Вале скажу, Валь, ты будешь покупать то, что его засунула в карман, она вот так вот, вот так вот, вот так, а я сзади сижу, но я не сказала, тут уж не скажешь, не смогла, вот так, что мы, ну, и что-то и нам оставалось все-таки, секонд, лично секонд нам помог, из всех бизнесов, самый лучший бизнес, хотя бы мы оделись, мы сейчас ходим, вот это секонд, вот эти брюки секонд, все секонд, нет, те тапочки не секонд, а вот на мне тапочки секонд, секонд, вот буквально все секонд, вот буквально, курточки, которые хвалят это, как я одета-то, твои эти на этой, на выборах-то была, это секонд, кепочка это секонд, а потом буквально все секонд, вот только он не секонд, дядька мой, а чего, он не носит секонд, что ли? нет, нет, я говорю про него, просто сам, да? ну, сам дядька, мы с первого класса с ним вместе, потом, в пятом, к нам пришли второсские, нас разъявляли, но мы, я не обращала на него внимания, у нас не было тогда, вот как сейчас, прям какие-то эти самые, мы просто одноклассники, вот и все, он был, я была, он был Б, вот, потом пятый, шестой, а в седьмом классе, вот кто-то уходит, и в седьмом мы опять объединились, и староста класса, с первого класса всегда была я, вот я его спрашивала, вот мы разъединились, я и в пятом, и в шестом опять староста, и в седьмом опять меня выбрали, и отличница была, на доске почет, но правда, один раз фотографии, он тоже хорошо учился, один мальчик, нас фотографировали, шестой класс, и седьмой, шестой, вот из девочек, из девочек у нас были, были Лариска, я, Таня Блясова, Аня, Сивова, да Сивова ведь? Сивова, Аня, а из седьмом класса одна, Катя, как ее фамилию, быстренько, вот, из седьмого класса, Васюнина вроде, Васюнина, Катя Васюнина, а ты, а мальчик один, он, и мы тоже были на доске почета, молодец какой, но правда, не такой, как я, нет, не такой, я-то получше, я похвально, похвально играла, кроме меня, никто не получал, а книги, Ира, книги, а ведь я бедная была очень, книги, альбомы, карандаши, цветные, те самые, чего еще, и так я им была рада, краски, краски, сейчас Наталья звонит, книжки я оставила, Наде Маляковой, короче, у вас кармическое получается, да, прямо с детства вместе, со школы, и так и до конца, жизни мы вместе были, куда деваться-то мы, ну дружище. ну некоторые-то вырывались куда-то там, в замужество. Я вырвалась в Рокуту, и замуж вышла, за Петра Павловича Мацука, так что, это самое, все нормально, за очень неплохого человека, не то, что неплохого, а просто замечательно, так что, и получилась у нас вот такая прекрасная Ирочка, была, Ирина Петровна Мацук была. Да. Ну а теперь, сейчас Наталью дождемся, надеюсь, она придет все-таки, такой день, ой. А нам, и дать-то ей нечего, ну а ей не надо давать, а она газету только возьмет, она не понесет. Нет, я не пойду ее провожать, я сейчас пойду домой. Не провожай, не провожай. Ну надо. И кабачок она может быть возьмет, кабачки-то. Кабачки потом, но не сейчас же. Так недавно же она тащила кабачок. Она уже доедает его. Она очень любит кабачки, очень хорошо тушит их, эти, с помидорками, а потом, под конец, я говорю, а ты остатки, она режет, не целый кабачок, это режет. Я говорю, ты в холодильнике держишь, да, в холодильнике. Он уже кончается у нее тут кабачок, так что этот не лишний будет. Любит она кабачки, во-первых, ой, извиняюсь, калорийность низкая, но кабачка, а под конец она все равно сырка потрет. И сыром это самое. Ой, мама, так вкусно, так вкусно. Там помидорки и еще рассол, это от огуречков, рассолечка, это как соус и все прочее. Такая вкуснота, особенно, когда есть захочется. Очень все вкусно. А мне, когда есть, я захочу. А вот сегодня грибной суп был. Ой, вот такой вкусный. Наверное, опять пошли я его. Единственное, что, Ира, будем сомневаться опять к вам на поклон. Хорошо, конечно. К тебе. Уж лучше выбросить. вон, сколько поганок-то все-таки вы. Молодец. Вот, молодец. Ну, я теперь вот буду погамиствовать. Ну, теперь да, теперь смотри, вот. Букву помощь какие-то, вот такие не буду брать-то. Вот. Так что, хорошо, что вот белый мы разобрались. Все-таки это белый, но какой-то, видимо, зверечек, он ноготочками вот так вот подделывал, как, какой-то, господи. Ну, что, расскажи, кто что делал? Прямо аж лучше следователь, чем мы. Да. Каневский. Да. Ну, какой Каневский следователь? Да, господи. Вот пес у меня вот следователь. А у меня Мухтарчик. А у меня собачка Мухтарчик. Ай, Ира, хотя бы в кино-то посмотри, справедливость-то победила. Господи, я так Мухтарчик этого смотрела, просто, ну, потом все хуже-хуже зрение, но тем не менее, я понимала суть, суть этой самой. Ну, вот я пошла жаловаться-то, писать-то заявление, что отремонтировали мне телефон за 14 тысяч, который стоит чуть не меньше. Вот. Ну, как на мошенничество. Я так и думала, что придет ко мне Мухтарчик, и вот эта вся дружная команда, да, вот это все скажут, ой, вас мы только и ждали, сейчас мы решим все ваши проблемы. Ну, мы сейчас вам поможем. Ой, Ира, единственное, не попадать к этим мошенникам, не попадать. Никого, никто за нас нету, никого. Так что... Да, поэтому, поэтому вы дверь не открываете никому. Никому, никому не открывали. Молодцы, правильно. Вот. Только по звонку. И, во-первых, вы, это самое, позвоните. Да, да, сейчас у всех телефоны есть. А чужие нам не нужны. Угу. Так что это раньше, мед продавали. А вот, однажды и гляпало все им мед. Ё-моё. Гречку там тоже говорили, что давайте эту гречку там будут продавать скоро, а пока купите вот это. Ну, один раз. Первый раз, самое главное, первый раз я вот, наверное, все-таки я, наверное, с утра не помолилась, потому что первый раз, ну, там, год или два тому назад совершенно я понимала, что это фигня. А вот второй раз, это через сколько-то времени, а они-то сверху нальют немножечко, а меда-то нюхнула. В трехлитровую банку, да? В трехлитровую банку. А потом... А внизу сженый сироп. Да, да. Все-все это, они умеют это делать, но на всю оставшуюся жизнь. Мне недавно тоже предлагали. И потом самое интересное. Ваша соседка рекомендовала. А почему я открыла там? Мне кажется, из того, что ли, это было почему-то. Это самое... Я говорю, нет, нет, а как раз ты нам дала меду с Алтая, и нам прислали с Алтая, нам не надо. А может быть, картошки по 10 рублей? А я говорю, а картошку нам вообще бесплатно принесли. Все. А почему же я открыла? Не просто же так. А как будто ты просто так не открывала. НЛП, пацан. Ты просто так открывала. Нейролингвистическое программирование, наверное. И все. Субы заговорили. Не надо ничего. И даже сказали, из какой квартиры. Соседка ваша из 90-х квартиры. Я говорю, нет, мне только что прислали с Алтая. Кстати, мы уже съели. Спасибо. Алтайским, с твоим. Ты пишешь? Пишу. Алтайским, твоим. Девочкам, которые прислали. Наташа, да. Спасибо большое. Наташа. Очень вкусный мед. Очень вкусный. Ну-ка, скажи, ты тоже съел. Я не ела. Я не ела. Я могу даже баночки показать. Это как голубенькая баночка та самая твоя, с розовенькой крышечкой и моя. Так что не надо ля-ля. Ирочка нам все разделила. С нами по-другому не все. Сейчас, подождите, звонит Наталья Миллевна. Можно писать. Она же мне тоже много молитвы рассказывала. Вот. Можно вот даже писать. я, значит, молитвы ну, запомнила почему-то я милосердие дверь отверзенным благословленной Богородицы. Вот. Потому что чудеса с этим Михаилом произошли из-за чуда. Но пользоваться я воспользовалась только в тундру, когда посылать. А вот поступить поступать для чего-ли своими силами я сумею. И в мыслях не было, чтобы я воспользовалась. Вот. И одну молитву мне мама знаешь, какую так, сейчас скажу. Неуполима купина матушка заступница ополчи своими лучами и пронзихи сердца злобные. Вот на злых людей в смысле, чтобы они тебе не навредили. А я очень редко ей пользуюсь. Знаешь, почему? Сейчас даже объясню. А вдруг ну, чего-нибудь моя родня, мои любимые чего-то, какой-то ну, там, ах, там, мама или еще чего-нибудь. А на них пойдет это, ты понимаешь, пронзи их сердца злобные. Я вот очень редко, может быть, я не права, а вот эту вот молитву я, ну, это же надо, наверное, конкретно на кого-то, кто тебя мучает, если кто-то человек. А куда я знаю, кто мучает. Может, такие мучают, которых я не знаю, а они мучают и хотят меня сжить со свету. Это очень тяжелое. Вот. Надо, и мы, мы маленькие, на усадьбах, мама в колхозе, на колхозных полях, я прихожу из школы, быстренько переодеваюсь, похлебочку, а похлебочку у нас капуста, вода и молочком заправленной, козьим, кстати. Вот. И быстренько поем, и на свою усадьбу. И работаю, работаю, работаю. И с тележкой. Потом она вечером... Мяса не было? А? Мяса. Откуда? Конечно, не было. У нас в холодильнике супы пустые просто были. Супы пустые были. Если курицу заколем, ну, курицу-то не часто колем, их же немного, там штук 6-7, они же детьцо еще должны дать. Вот. Бывает, но редко бывали. И вот, это самое, работали, работали, и только все желание уехать в город. Вот. А так-то не давали. Разрешения должны в собхозах, в колхозах оставаться. И только на учебу. Вот на учебу, да, давали. И уехали. И я вот уехала. Очень даже с большой радостью поступила. Радости и работала. Не знаю, поступить в медицинское училище в те времена, это как, наверное, на артистку, как сейчас. Даже конкурс был. Это очень, очень даже как будто бы уже мне рассказывали потом, который помогал уже меня тоже. Потом в Арзамасе, кстати, я там в Лукоянов. В Арзамасе тоже открыли медицинское училище. Вот. И они, говорят, маму спрашивают, Катя, Катя Круглова, она, маму спрашивают, вот Надя, это самое, она кем будет? Ну, как Ксения Михайловна, врачом. Ну, медсестра я буду. Но по тем понятиям это очень хорошо. Это очень, очень даже здорово. Но я и рада, Бог меня сделал медиком. И себе помочь могу, и кому надо помочь могу. Когда-то, когда-то приглашали уколы делать, и вот антибиотики там ребятишкам. Так что, когда могла, когда была в силе. Быть медиком хорошо, но сейчас уже я даже не знаю, как вот твоим внучкам посоветовать. Потому что с этим коронавирусом сейчас инфекция. Мы тогда знали, руки помыли, все это, и все, ничего не будет. По крайней мере, я в инфекционном, пишешь? Да. В инфекционном отделении работала, и в онкологии работала, и в туберкулезном работала, везде работала ни разу, чуть-чуть-чуть, даже не чихнула ни разу. Про один раз. Кстати, я это тоже тебе расскажу. Пошла на работу. Это был конец марта, начало, наверное, апреля. И у нас уже, у нас мазки есть, ну, ты помнишь, эти мазки, и можно через ледочек пройти, это будет кратчайший, с нашей мочелихи, с нашей мочелихи. И я решила кратчайшим путем пройти. и ухнула под воду. Лед проломился, и я, а у нас тогда ведь ни колготок, ничего не было. Я быстренько эти спаги не снимаю, было уж жутко, вот как будто бы вот кипятком ошпарили. Потом эти носки, чулки, выжила, это самое, натянула, и воду вылила из сапог. А хотя дом-то рядом был, вернись, во-первых, я должна смену принять вовремя, а во-вторых, а в чего я переоденусь? У меня дома-то нету ничего. Вторых сапожек. Вторых сапожек не было, ничего не было. И поперлась я эти 7 километров в сырых своих сапогах, и ты сам пришла. Я тогда работала в инфекционном отделении. Пришла, переоделась, у меня там тапочки-то были, проработала, все это повесила батареей, там у нас, как это называется, местные, местное отопление было, вот кочегарка была, вот, и вечером эти еще не высохли, но все равно уже чулки-то высохли, чулки, носки, сапоги не высохли, но все равно они уже получше, получше. И вечером оделась, подалась и хоть бы чихнула. Я провалилась вот до сюда, хоть-хоть бы чихнула. вот, и я, чё-чё-чё, какая-то сильная была. Так что... Ну, так деревенские, закаленные, у вас, наверное, слабенькие-то не сильные выживали тогда, в то время. Наверное, не выживали. И потом я в Оркуте была, а в Оркуте-то, если честно, я немножечко поправила, Сир, очень было нехорошо. Я приехала туда, 52 килограмма, в Оркуту. А там, у меня деньги появились, покупать могу, есть могу. А до этого я даже голодала. не это. И я стала, есть, есть, есть. Вот культуру питания нам не привели, потому что, ну, мы бедно жили, что перевивать-то? Вот. А я как начала в Оркуте есть, и за 2 месяца, или за 3, на 17 килограмм поправилась, 69. Ой, вот такая бомба была. Это... И захотела, а в онкологии я там работала, и смотрю, вот они больные, худеют, думаю, господи, мне бы заболеть. А как это заболеть? Это значит, что надо простудиться. я наливала в ботинки воды. Сколько тебе годиков-то было? 19. А. Наливала воды и ходила по Оркуте. И что, что не больше хорошо, то еще крепче становлюсь. Ни разу опять не чихнула. Ты как Порфирий Иванов, он тоже пошел жизнь заканчивать самоубийством в ледяную воду и закалился. Ну вот. Ну а потом я перестала, конечно, и... А-а-а. Потом влюбилась в твоего отца и к девчонкам прихожу, опять в онкологию, но еще не мое дежурство было. Я говорю, девочки, милые, хочу похудеть, как? Вот. Может быть, таблетки какие есть. Ни в коем случае. Печень нырвешь. Ешь капусту. И вот я запомнила одна. Ну, она старше меня, конечно, намного. Медсестра говорит, два атома... Ой, один атом капусты сжигает два атома жира. Как налегла я на эту капусту. Как я быстро сдулась. Капуста и... Еще прямо сырую. Сырую капусту ела, да. Ну, не то, что прямо к чанам. С майонезиком? Нет. А тогда у нас не было маянеза, даже в Иркуте. Маянеза гораздо позже придумали. Вот. У нас не было. И капуста, капуста с Петей уже. Петя влюбилась. Вот. Любовь чудеса какие делает. Вот. И уже 13 марта зарегистрировались. Это... Это я сумела поправиться, сумела похудеть. Как быстро молодые-то годы. Ну, в 19-е чего бы нет. А вон Наталья идет. Вот такие дела. Вот. Чудеса делает капуста. Один атом капусты сжигает два кожера. У капусты клетка, а не атом. Атома капусты нет. Что вы мне сказали? Мне главное капуста... Саша, ты купила... Короче, у тебя вышло самовнушение. Лопать капусту. Ну, я не только капусту лопала, но уже не переледала. А то взялась за пирожки. Ты понимаешь? Пирожки. Разве можно углеводы? Я тогда этого не знала. Ой, деньги у меня появились. Ну и что? Ну, так всю жизнь не кушавши, конечно, пирожки хочется. Ой, что ты? Да еще этот... Чего трезводить-то? Вот, Ирочка. Так что я тебе много-много чего рассказала. Чего надо, уберешь, чего не надо. Чего надо оставишь, чего не надо, уберешь. Ты пройдешь или пойдем гулять? Ой, нет-нет-нет. Нет, идите гуляйте. А нас ругали. Нам сказали, забежали к родителям на минутку перед торговым центром. Нет бы засесть часа на три-четыре, почаевничать, помучить родителей. Гуляйте, гуляйте. Гуляйте, говорит. Ну что ж, Наталья, я одеваюсь, выгоняют меня. Только с программкой, когда я еще... Наговорились, да. Ну, если что, опять звони, чтобы она стерла, что надо. Нет, нет, а я... Ну, это будет... Лишнее. Ой, быстро, быстро ухаживайся. Прекратите тут душить всех. Души прекрасные порывы. Так, и еще вам кое-что в гостинице принесла. Тоже сейчас поучительную историю расскажу. Иринка, тонуть в любви и сердце. Ну все, давайте, счастливо. Удачи вам. Выдыхайте. Все, давайте, пока. Как мама всегда говорила, люблю я вас, девчонки, больше жизни. Так хорошо, что мы живем не вместе. И должны жить раздельно. Ира, прям, да, именно. Да, 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 это правильно, это правильно. У каждого свой темп жизни. Очень хорошо, да. Мы ушли, и вы отдыхаете.